Всем привет, ребятки! С вами Флэш. На стейджинг ветки появился пасхальный контент, который сегодня в пятницу появится на основе. И сейчас я вам расскажу, что он из себя представляет, чтобы вы были к нему готовы. Итак, поехали! Во-первых, нам добавили новую одежду. Это вот такие вот ушки зайчика. Помимо обычной защиты, они еще дают дополнительный вот такой вот эффект. Плюс один к видению яиц пасхальных, естественно. И вот такой вот костюм зайчика. То же самое, помимо защиты, еще плюс один к видению яиц. Давайте наденем наши ушки и нашу... Такой вот костюм зайчика. Посмотрим, как он сидит на нашем персонаже. Ну, в принципе, такой немножко слабо детализированный, но, тем не менее, достаточно забавный. Давайте посмотрим, как двигается в нем наш персонаж. Мотня висит. В принципе, забавненько. Кстати, двойные ушки только что заметил. Тут еще капюшон тоже с усами. Зачем было добавлять еще уши? Ладно. Еще нам добавили вот такую вот корзину, в которую мы будем собирать яйца, когда начинается пасхальный ивент. Вы ее должны поставить на быстрый слот, но, в принципе, выбрать. Вот так вот у нас выглядит персонаж с корзиной. Пока она у нас пустая. И нужно бегать, собирать яйца. Один раз за игровые сутки происходит пасхальный ивент. Там появляется такой небольшой отчет, 10 секунд дается. За это время вы должны взять в руки корзину. Я просто почему сейчас объясняю, потому что я пока не знаю, как его запустить. Для лучшего обнаружения яиц еще надевайте вот такой костюм. И, собственно, они вот так вот будут расположены. Вы бегаете и собираете. А справа будет топ-10, кажется, или топ-5, кто на сервере собирает такие же яйца. И, соответственно, кто больше их соберет в корзину, там за полминуты, что ли, соответственно, тот займет первое место и еще получит дополнительный приз. Видите, моя корзина уже наполнилась. И после того, как вы собрали яйца, их можно использовать. С одним вот таким маленьким яйцом вы ничего сделать не сможете. Но когда вы собираете их 10 штук, то их можно апгрейдить. Давайте нажмем. И появляется первое бронзовое яичко. Давайте еще маленькие проапгрейдим. И у нас появляется второе бронзовое яичко. Их можно уже открывать. Это начальный уровень такой подарков. Но если вы их подкопите, опять же, в количестве 10 штук, то вы тоже можете дальше их апгрейдить. Давайте попробуем. И уже появляется серебряное яичко. Еще апгрейд, второе, третье, четвертое, пятое. То же самое. Вы можете серебряное либо открыть, либо подкопить. Потому что это, опять же, еще не топовые подарки. Но когда вы соберете 10 серебряных яичек, опять же, нажимаем апгрейд, и мы уже получаем самое топовое золотое яйцо. Но давайте теперь посмотрим, какой же лук выпадает из каждых яиц. Начнем с бронзовых. Просто их будем открывать. Давайте я много раз их открою. Это каждое открытие. Вот мне выпадает какой-то подарок. Либо корзина, какой-то лук, камни. Ну, в принципе, и все. Давайте по два раза я буду открывать инвентарь. Заполнять, чтобы мы точно убедились, что увидели все, что с него выпадает. Ну, вот такой вот лут. Теперь давайте пооткрываем серебряные яйца. Ну, тут лут уже заметно лучше. Выпадает двухстволочка из интересного. Отбойный молоток, револьвер. Бензопила. Давайте еще раз прокрутим. Офигеть, помповый дробовик даже выпадает. По 2500 камня. Ну, такой лут уже достойный. Ну, а теперь давайте пооткрываем самое топовое яичко. Золотое. Ну, тут уже вообще без комментариев. Тут просто запредельный какой-то лут выпадает. Давайте посмотрим. МТ-39, ЛРочка. Гранатомет. Ой, да, гранатомет. М249 плюс ракеты. Правда, не боевые. Ну, в смысле, скоростная и зажигательная. Необычная разрывная, самая мощная. Ну, и патроны 5.56. Давайте еще раз прокрутим. Причем, обратите внимание, все оружие заводское выпадает. То есть, вот это все не крафтится. Вот М35-ка тоже выпала. То есть, ЛРочка. Все полностью оружие заводское. И небольшой боезапас. Золотые, конечно, самые топовые яйца. Также есть еще два особенных яйца, которых, ну, открыть в качестве приза нельзя. Такие яйца Фаберже. Но их можно установить у себя дома, потому что, ну, они офигенно очень выглядят. Давайте начнем вот с этого синего яичка. Яичка. Если вы его просто поставите, оно вот так вот стоит и мерцает. Но его можно открыть. Давайте это сделаем. Появляется музыка из Раста. И обратите внимание, что там вращается. Это всеми знакомый нам маяк из игры Раста. Это, конечно, очень мило. Я бы хотел бы такой, если честно, в реальной жизни у себя поставить. Вот это офигенная тема вообще. И музычка приятная. Так, давайте второе яичко. Это закрываем. И вот такое красноватое. Ну, эту музыку, думаю, вообще все знают. Что у нас здесь? Вертолет, летающий вокруг сферы. Ну, это вообще бомба. Вот такие вещи в реальной жизни, это, наверное, вообще было бесценно для Растеров. Кто реально болеет Растом. Очень кайф. Ну, такие вещи можно даже оставить навсегда. Не только на Пасху добавлять. Но я имею в виду в игре. И еще добавили вот такое вот пасхальное вино, которое можно повесить у нас на дверь. Да, и просто будет украшать нашу дверь. Тоже, видите, все в яичках. В принципе, вот такое вот пасхальное обновление ждет нас сегодня в пятницу. Вроде где-то в районе 22 по Москве загрузится. И каждые игровые сутки вы сможете собирать яички в корзину и добывать все вот эти яйца, призы. И соревноваться между собой, кто его соберет быстрее. Точнее, больше за короткий промежуток. К сожалению, так и не нашел команду, как запустить этот ивент. Но вы сразу это поймете в игре. Потому что тут и по центру будет сразу оповещение. И тут будет список топ-5, кто участвует в ивенте. Все, с вами был Флэш. Как всегда, увидимся с вами в следующем видео. Офигенные яйца. Вообще просто тащусь от таких. Офигенные яйца.